Клеточные технологии могут спасти людей от инвалидности. В тех случаях, когда человеку грозит ампутация, теперь есть шанс регенерировать костную ткань. И чтобы это сделать, не нужно ехать за границу. Украинские генетики разработали уникальную технологию восстановления костной ткани. Проект биотехреабилитации раненых – это, простыми словами, выращивание костей, которые были отстрелены в результате минно-взрывных или осколочных ранений. 35 человек за год. Средняя стоимость лечения мы считали в районе 220-240 тысяч гривен. То есть это на сегодняшний день где-то 10 тысяч долларов. На каждый случай точечно финансы собирал народный проект. Восстановление поврежденных костей будет происходить с помощью собственных стволовых клеток пациента. Такого опыта в медицине, по словам организаторов проекта, не имеет ни одна биотехнологическая клиника мира. Но такие достижения отечественная медицина категорически отказывается признавать. Чаще всего основной причиной отказа от вступления, скажем так, в наш проект является рекомендация врачей военных, областных больниц, городских и так далее. Такого рода, что не ходите туда, там что-то А дорогое, Б недоказанное, шарлатанство и все остальное. Вот это основная причина. Мы говорим, никаких денег от вас не нужно. Мы сами собираем деньги, мы сами нашли партнеров, которые готовы это делать. Просто дайте нам бойцов. И они сопротивляются двумя руками и ногами. Такой позиции отечественного Минздрава удивлены не только организаторы проекта, но и сами бойцы, которые нуждаются в неотложной реабилитации. Я получил тяжелые ранения. Мы попали в засаду под Донецким аэропортом. Я получил два огнестрельных ранения, после чего я остался без ключицы. Врач сказал, что у меня будет вторая группа инвалидности и максимум, что мне можно сделать, это поставить имплант. Но вовремя мои сослуживцы посоветовали мне этот народный проект Илая, где выращивают кость. Через два с половиной месяца после заключительной операции я уже мог действительно подтягиваться на турнике. Организаторы хотят расширить деятельность проекта до уровня государственной программы и очень надеются, что в этом им помогут отечественные медики. Сергей Заворотнюк, Андрей Яковенко, 17 канал. Субтитры создавал DimaTorzok